Ребята, всем привет! А мы играем в Sherlock Holmes Chapter 1, который был бы не Sherlock Holmes, если бы не взял и просто не выкинул бы меня на улицу посреди расследования, просто типа, а чё, ты ещё что-то делаешь, оказывается? Нет, постой на улице, зачем? Спасибо, дорогой сэр, спасибо, у меня запись идёт-то идёт, господи, я уже испугалась, что меня, я, короче, начала ломиться не в ту дверь, когда меня выкинуло, я подумала, что всё, мне нельзя вернуться, я уже представила, как я буду всё это переигрывать. Но оказалось, что ничего не надо переигрывать, всё нормально. Джон, вот, ну что-то, это же место преступления. Так, курительная, у меня нужно, вот, ага, закрепить, всё, вижу. Короче, улика, которую надо закрепить, снабжается, вон, видите, такой булавочкой, если бы я это знала в начале игры, я бы меньше тупила. Кровавый отпечаток ладони. Кто-то оперся на дверную раму и запачкал её кровью. Несколько капель крови. Раненый был здесь какое-то время. Смазанная кровь. На кресле кровавый отпечаток ладони. Больше к алтарю ничего не ведёт. Что скажешь, Шерри? Есть какие-нибудь мысли? Блин, вполне вероятно. Кажется, я понимаю, что произошло. Знаете, что произошло? Я сохранилась в прошлый раз перед вот этим вот моментом. И я, я писала вчера, Шерлока, ничего не помню из того, что я тут уже нашла. Поэтому мне будет очень тяжело. Надо было сначала вот это сделать. А потом сохраняться. Ладно. Закрывает на ключ. Но такое ощущение, что да, потому что Фогель сказал, что он не смог открыть, потому что был ключ вставлен. Бьёт его бутылкой по башке. Нет, я думаю, бутылкой по башке он бил его вкурить. А, есть такой ещё вариант. Так, подожди, а здесь, может, ещё тогда один есть? А, кто закрыл за собой? Нет, я думаю, закрыл всё-таки сам этот Фабио. А убийца был здесь. Скорее всего. Блин, я это никогда не восстановлю. Здесь бутылка лежала. На полу. Не, ну точно не ножом. Вот так. Так, здесь что? Здесь он ползёт. Или он его тащит? Если он его тащит, кто тогда вот это вот потрогал? Ну, смотрите, здесь какой вариант. Либо он его ударил, он отрубился, он его тащит. Тащит-тащит. И здесь просто убивает, как ритуал. Вот такой есть вариант. А ещё? Это не конец? Да ладно! Смывает с руки... Нет, там кровь. Там кровь, так что это убийца смывает. В стоке была кровь. Так, хорошо. А это что? Кидает сюда окровавленную одежду. Но это убийца тоже, очевидно. Вот так. Давайте так попробуем. Ну хорошо, тогда давай так. Тогда другая версия. Он его ударил. Он ползёт. Точно не бьёт его бутылкой? Блин, ну я забыла всё, что было в прошлый раз. Так. Рукоять запачкана кровью. Ну, убили его, соответственно, кинжалом. Испачканный кровью наряд. Такой же, как у гостей. Гость прошёл сюда в наряде, переоделся. Запонки, это не важно. Кувшин с водой. Я думаю, что там, в той комнате, всё правильно. Ключ Фабио до сих пор лежит на столе. То есть, это не он закрыл. Подожди тогда. Так. Тогда здесь меняем. Это закрыл вот этот. Вот так вот. Чуть-чуть ошиблась. Во время потасовки в курительной жертву ударили бутылкой. Потом убийца запер дверь, чтобы никто не вошёл. Фабио потерял сознание, его перенесли в комнату с алтарём. Положив тело на алтарь, убийца вонзил кинжал в грудь жертвы, а вытекшей кровью нарисовал символы. Убийца спрятал окровавленный наряд в шкаф, чтобы никто не увидел. Смыв кровь, он взял с вешалки новый наряд, переоделся и ушёл. Всё в порядке? Вы лежали на полу и не шевелились. Думаю, я знаю, что здесь произошло. Так. Ключ Фабио на месте, дверь заперли, а потом открыли. У убийцы был ключ, без которого не попасть в комнату с алтарём, которая заперта. Но это вот эта, которая, как её звать-то? Матиста? Местная тут эта самая... Профурсетка. Вот. Если выяснить, у кого есть ключ от комнаты с алтарём, круг подозреваемых сузится. Всё верно. Ну ладно, это, видимо, всё уже не важно. Так, одну секундочку. Это что такое? Это важная информация? Мне тут пишут, кто убийца. Но я вам не скажу. Нам придётся с вами самостоятельно выяснить. Ну то, знаете ли, сразу вам всё расскажи. Так, Фогеля, а ну признавайся, у кого, блин, ключ? Слышь, у меня вырисовывается картина произошедшего. Фаби ударили ножом. Ничего от вас не скроешь, Вернер. Так и было, но сначала его оглушили в соседней комнате, а потом принесли сюда, пока не знаю зачем. А кто убийца? Кем бы он ни был, он действовал в одиночку. Это может быть любой из тех, кто носит ритуальную одежду. Мы потеряли время, Вернер, но ваша осмотрительность пошла нам на пользу. У убийцы был сюда доступ. Уходя, он запер дверь своим ключом. У кого были ключи от комнаты с алтарем? Точно не знаю. Мистер Манчус выдал мне ключ как почетному гостю. Спросите его, у кого остальные. Где его найти? Думаю, он сейчас развлекает гостей в главном зале. Вы сразу его узнаете. На нем маска с золотыми звездами. Только, пожалуйста, не поднимайте шума. Пусть гости продолжают веселиться. Хорошо. Маска со звездами. Так, а я проверяла, кстати, идет ли у меня запись. Я проверяла, молодец. Так, маска с звездами. Кто тут у вас главный? Ну, это звезды. И это звезды. Тут у всех звезды. Джон, что охраняешь? Не, он сказал в главном зале же, правильно? Он сказал в главном зале. Продолжил спросить у Манчуса. Нервный господин в маске с золотыми звездами. А почему он нервный? Он же владелец особняка. Так, кто из вас нервничает? Не похоже, что тут вообще хоть кто-то нервничает, если честно? Может, надо наверх подняться? А наверх нельзя подняться. Ну вот. Пусть будет вот это, нервный господин. Господин! У них у всех одинаковые маски. У вас тут что? Ну вот у этого тоже звезды. Сейчас Ватсон будет ругаться. Может, тут этот, который... Курт Манчус, полагаю. Я Шерлок Холмс. А, так это о вас не говорил, Вернер. Какой приятный голос. Вы наверняка славный юноша. Можно на ты, Шерлок? Как угодно, мистер Манчус. Мистер Фогель просил вам помочь. Нужно скорее разобраться с телом на алтаре. Думаю, убийца еще здесь. Что? Говори тише. Нельзя, чтобы нас услышали. Вы хорошо знали, Фабио? Шерлок на нас уже поглядывает. Сменим тему. До сих пор не верю, что с ним такое случилось. И со мной? Какой кошмар. Подумай, каково мне сейчас. Чудесный вечер для богатых и влиятельных людей испорчен. Я обещал им экзотические наслаждения и не смогу сдержать слово. Не понимаю, вы считаете, что убийство вашей репутации не навредит? Но ведь ты здесь как раз из-за него. Я думал, ты у нас безмолвный кудесник. Устрой фокус исчезновения. Мне нужно знать, у кого был ключ в комнате с алтарем. Насколько я понимаю, туда могли попасть вы, мистер Фогель и Фабио, верно? Совершенно верно. А еще Матиста и Сантос. Сантос? Кто это? Сантос Пинчетти. Мой мажор дом. Ну, он себя таковым считает. Я хотел бы увидеться с мистером Пинчетти и Матистой. Где можно побеседовать с ними наедине? Конечно, дай подумать. Матиста развлекает гостей, а Сантос... Ах, да, он сейчас со слугами. А может, на кухне? Что за шум? Что происходит? Стоять! Вы арестованы! А это меня, что ли, Шибли? Ну, я такой веселый с усами мужик. А, это экзотические удовольствия. Я понял вас. На, блин. Не, ну это уже что-то слишком, мне кажется. Я подумала, это знаете, как заказывают там стриптизеров полицейских, типа. И они приходят... Ой, давайте не будем меня за Чайковского... Это не Чайковский, да? Давайте не будем меня банить за вот эту известную классическую музыку. Пожалуйста, не надо, не надо, не надо. Не глушить. Ну, хват... Он что, выстрелил в него из ружья? Это точно спланировано все? Блин, мне точно прилетит завтрашие права. Я вмахнула рукой. Меня арестовали! Меня арестовали! Зашибись. Буду продолжать расследование в кутузке. Ну, надо же. Поймал преступника и нате, теперь отпускай. Может, еще ручку поцеловать и прощения попросить? Я ведь говорил, что мы с мистером Фогелем не виновны. Вспомните мои показания. Показания. Благодари лучше важных шишек, которые велят выпускать всех подряд, будто бы на благо страны. Хорошо, что у Фогеля было письмо. Вот найду золотую рыбку, так сразу. Важных шишек? Значит, ты здесь постарался Майкрофт? Майкрофт? Майкрофт Холмс? Ты что, младший сын Вайлет Холмс? Упакуй, Господь, ее душу. Вы знали мою мать? Нет, лично не знал, но я расследовал ее дело. Вы что-нибудь вспомните о тех событиях? А, всех материалов у меня нет, но какие-нибудь заметки найду. А что? Вы должны мне помочь. Я буду крайне признателен, если вы отыщете любые сведения о том дне. А, теперь ты просишь. А знаешь что? Старк с ребятами строит из себя умников, и все из-за тебя. Ладно, парень, есть у меня одно предложение. Внимательно слушаю. Займись этим делом. Докладывай только мне. Констемблю Харви Освальду. Все, что известно, я оставлю здесь на столе. Найди убийцу. Веди себя, как полицейский. Доброшивай людей, вытягивай из них ответы как хочешь, только добудь доказательства. А если мистер Фогель не виновен? Раз невиновен, так и быть, забирай своего тупоголового дружка. А если вздумаешь скрыть или подделать улики, предупреждаю от моей дубинки, тебя даже брат не спасет. Я пока порой есть в архиве. Если будут спрашивать, говори, что ты детектив-консультант. Что ж, приступим. Напарник. Нормально, меня на работу взяли только что. Хорошо, что получилось все узнать до облавы. Да. Показания свидетеля. Я Сантос Пинчетти. Хочу сообщить о подозрении на убийство в особняке Манчеса в Гранд Сарае. Во время подготовки к званому вечеру я услышал громкие звуки из закрытой алтарной комнаты. И сразу понял, что Курт Манчес собственной персоной велел принести в жертву живого человека. Я увидел на стенах кровь, везде были нарисованы странные символы, а из груди мужчины торчал кинжал. Справившись с потрясением, я поспешил сообщить все полиции. Из участка в особняк направили патруль, а свидетель вернулся домой. А это он всех сдал. Скотина такая, отводит от себя подозрения, ты посмотри. Отчет номер 6260. Получив сообщение о теле, найденном после сатанинского ритуала, полиция организовала обыск особняка Курта Манчеса. Полицейские арестовали нескольких подозреваемых и разогнали толпу людей в масках, которых застали за непристойными и противоестественными занятиями. Тело убитого с ножевой раны в груди было найдено на алтаре. Полицейские опознали убитого как местного артиста Фабио, 20 лет. Арестованы подозреваемые. В. Фогель при себе он имел письмо оскорбительного содержания, написанное рукой убитого. Утверждает, что обнаружил тело первым, известен излишней эксцентричностью. Ш. Холмс при себе имел орудие убийства, кинжал в крови убитого и другие улики. Его пригласил другой подозреваемый В. Фогель, вероятная цель – попытка воспрепятствовать официальному расследованию. К. Манчес, владелец особняка и организатор сатанинского сборища, заплатил убитому за участие в ритуале, имел доступ к месту преступления. Матиста, партнерша Фабио и участница ритуала, пыталась скрыться с места преступления, оказывала сопротивление при аресте. При себе имела книгу с описанием ритуала, проведенного в комнате с алтарем. Несколько человек временно задержаны для дальнейшего допроса. Так, ключики давайте возьмем от камеры с Матистой, да? Угу. Чтобы получить доступ к уликам по делу 6260, нужно предъявить этот талон. Хорошо, мы взяли талон. Пойдемте в очередь теперь, да? Это что такое? Инструменты? Это пыточные инструменты, глянь! Так себе, да, полиция у вас тут, конечно? А это что? Это граммофон? Тебя заставляют слушать, не знаю, Даню Милохина сутками? Это реально пыточные инструменты! А это нормально, что полиция вот этим вот всем занимается? Я тут и кровь-то не заметила с первого раза. Прикол, да, я сын. Так, пинчите. Пинчите следует арестовать и допросить. В своих показаниях он умолчал о том, что у него был ключ. Угу, угу. Надо зайти в архив и сообщить констеблю Освальду, что Сантоса нужно допросить. Давайте сейчас сразу вот это все прощелкаем. Фогеля арестовали. Ключи. Так, короче, мне надо с Сантосом поговорить очень сильно. Смотри, это Вернер. Где? Тут никого нет. А, меня закрыли! Так, два. А здесь, кстати, мы это... Здесь был турок. Мы его посадили, я помню. Так, пять. Шесть. Это матиста. Крови-то, блин, крови. Сюда не пускают. А сюда пускают. Везде одинаковый интерьер. Вернер, вы в порядке? О, да, да. Все хорошо. Можно сказать, у нас семейная встреча. Мой брат и сам частенько здесь бывал. Вам здесь не место. Я все рассказал полиции, но они не желают вас отпускать. Нужны доказательства. Ха, а вы чего ждали? Что великий Шерлок Холмс будет указывать полицейским, как им вести дела? Ничего подобного. Я договорился с Констеблем, и теперь могу сам заняться расследованием. Если добуду весомые улики и найду убийцу, он взамен передаст мне сведения о смерти моей матери. Прекрасно! Раз уж есть возможность действовать, нельзя ее не воспользоваться. Скажите-ка, вы знаете, что я не виновен. Если неопровержимых улик не будет, вы солжете, чтобы меня освободили? Ведь так было бы справедливо. А что справедливо? Что ты мне сделал вообще? Что ты мне сделал, Верн? Ну, ладно, навел, навел на матушку, ладно. Что ж, если, правда, недостаточно, чтобы добиться справедливости, придется прибегнуть к иным средствам. Я солгу. Приятно слышать, Шерлок. Увы, полиции нужны доказательства. Словами меня не спасти, ни лживыми, ни правдивыми. Эта ситуация абсурдна, я разберусь, не прибегая к уловкам. Не теряйте надежды. Улику предоставить? А давай ему что-нибудь предоставим. Я тебе предоставлю все. Я узнал, кто сообщил о преступлении в полицию. Сантос Пинчетти. Я с ним знаком. Он мажор дом, прибирает после вас поместье. Значит, свою работу он делает безупречно. Его не видно и не слышно. Я о нем вообще ничего не знаю. Так, все, больше нельзя с Фогелем говорить. Пустите. А, подожди, у меня от шестого и от пятого. Слышь, мажор дом, блин. Добрый день, мистер Май... А, это Манчес. Я занимаюсь расследованием вместе с контемплем Освальдом. Говори бы быстрее, помни о манерах. Некоторые тут просто бестолковые бараны. Хорошо, хоть они нанимают молоденьких, свежая кровь. Если поможете мне найти убийцу Фабио, иметь дело с баранами больше не придется. Я помню этот голос. Ты друг Вернера. Так ты полицейский. Какая жалость. Только агент под прикрытием будет разбираться со сборищем извращенцев. Я детектив-консультант. Впрочем, мои консультации бывают полезнее, чем возня всего отдела полиции. У тебя острый язычок. Прекрасно. Ты можешь пустить его в ход, чтобы снять с нас подозрения? Я сумею тебя отблагодарить. Чтобы снять подозрения, нужно найти убийцу. Другого способа нет. Но ведь много времени это не займет. Мы все-таки люди занятые. Прежде всего, давайте разберемся с вами. Румяна пользуются косметикой. Ну, конечно, чтобы быть красивым. Красные пятна сыпят краски для волос. Сидит. Мыло под ногтями. В спешке мыл руки. Красные макасы. Из качественной кожи. Очень дорогие. Так. Курт Манчес, человек состоятельный, распутный, экстравагантный. Организует у себя в особняке званные вечера для сливок кордонского общества. Проводит дни в компании столь же из нежных людей, как он сам. При этом, мистер Манчес пытается скрыть свой возраст от молодых гостей. Он пользуется косметикой, красть волосы. Абсолютно даже не буду читать второе. Совершенно точно так. Вы усердно пользуетесь косметикой, мистер Манчес. Не можете смириться со своим возрастом? Легко заявить такое старику, Шерлок. У тебя-то личико, как у подростка. И все же старость уважаемому человеку не помеха. Мои ровесники к старости относятся спокойно, а вот молодежь очень боится седины и морщин. Приходится как-то приспосабливаться. Вы человек организован и тщательно за собой ухаживаете, но почему-то не заметили мыло под ногтями. Вы настолько нетерпеливы? Я бы не сказала, это просто мелочь. Не заметил, значит, она того не стоила. Надо думать, я был занят чем-то или кем-то поважнее. Вы знаете, кто вызвал полицию в особняк, мистер Манчес? Конечно, это был ты, Шерлок. И вот мы здесь. Хорошее предположение, но неверное. Полицию вызвал мистер Пинчетти, ваш мажордон. Что? Сантос? Но откуда ему было знать? Разве что он сам убийца? Подлая скотина посмел меня очернить. Скотина? Не слишком изысканный выбор слов. А как мне называть этого доносчика? Потряси его хорошенько, Шерлок. Он наверняка знает об убийстве больше, чем рассказал полиции. Так. Запонки? Вы купили Фабио, дорогие запонки. Это оплата за услуги или чаевые за приватное выступление? Фабио несколько раз сопровождал меня на важных мероприятиях, и я хотел его отблагодарить. Эти запонки стоят целое состояние. Вам не кажется, что такая благодарность чрезмерна? Шерлок, к чему берегите рану? Да, Фабио был моим протежеем. Путеводной звездой. С моим опытом и его красотой мы достигли бы чего угодно. Я в него верил. Со мной он добился бы успеха. Мистер Фогель кое-что рассказывал о ваших званых вечерах, но я предпочел бы послушать вас лично. Спрашивай, что хочешь, Шерлок. Раз уж по твоей милости меня заперли тут с тобой. Почему Фогель стал вашим почетным гостем? Он привлекателен, умеет удивлять и часто говорит то, чего другие не желают ни говорить, ни слышать. С этим не поспоришь. С ним вечера становятся лучше, экстравагантнее, причем мне это ничего не стоит. Кого вы обычно приглашаете на эти вечера? Людей, которые свободно мыслят и способны выйти за рамки реальности. Которые готовы отринуть предубеждение и вкусить запретный плод. Эти вечера делают жизнь ярче. Особенно для тех, кто уже прожил достаточно и многие годы трудился на благо странной. Работяги, значит. Каким был Фабио? Расскажите о его характере, привычках, обо всем, что знаете. На всех моих вечерах он был главной звездой. Такой молодой, притягательный, полный жизни. И я не стану описывать, насколько он был красив, иначе боюсь не сдержать слез. Полагаю, обходился он вам не дешево. Его выступления были безупречными, оплата полностью заслужена. Думаешь, его убили из-за денег? Не исключено. Остальные гости тоже проявляли щедрость? Гостям я ничего не запрещаю. Фабио, наверняка, от них кое-что получал за услуги. Угу. Угу. Ясно, понятно. Так. Курт Манчус любил Фабио. Помешан на чистоте. И... Тщательно готовился Корги. Помылся. Так, пойдем поговорим с Матистой. Здравствуйте, мадам. Я Шерлок Холмс, помогаю констеблю Освальду с расследованием. Вы Матиста, подруга Фабио? Да. Мое бренное тело Матиста. Но это лишь оболочка. Однажды я утрачу ее. Как и Фабио. Соболезную. Спасибо. Я хочу задать вам несколько вопросов и найти убийцу Фабио. Фабио это не вернет. Что-то она вроде темнокожая, а лицо у нее не темнокожего типа абсолютно. Примитивная татуировка, сделана самостоятельно. Грызет ногти, нервничает. Старые свежие порезы. Наносит их сама. Селф-харм. Следы кандалов. Старые, едва заметные. Следы ожога. След ожога. Клеймо. Рабская, да? Кровоподтеки. Получено недавно. Так. Матиста, партнерша Фабио по выступлениям. У нее была тяжелая жизнь. Ребенком она попала в рабство, как и Фабио. У них на теле одинаковые метки. С тех времен у нее остались шрамы, воспоминания о давних несчастьях, терзают ее до сих пор. Матиста увлекается мистицизмом. Ее тело покрыто татуировками в виде оккультных символов. Она пытается забыть о прошлом. Выступление для нее источник заработка. Так, тяжелая жизнь, ра-та-та-та-та. После долгих издевательств Матисту больше не заботится, что происходит с ее телом. Она продается гостям и позволяет делать с собой все, что угодно. Для нее нет никаких границ. Еще Матиста украшает кожу чернилами. Но она до этого сказала какие-то странные очень слова. Поэтому, мне кажется, вот отрешена от своего тела, больше ей подходит. У вас на теле много шрамов. Старые остались со времен, когда вы с Фабио жили в рабстве. Но есть и свежие. Здешние гости платят за возможность вас состязать? Я умею доставлять людям удовольствие, но не таким образом. Я думал, ваше тело... Верно. С моим телом делали много недозволенного, но боль помогла мне облести... Облести... Веру. Вокультных божеств? Я сужу по татуировке. Да. Ваши боги меня покинули. Теперь я почитаю тех, кто меня оберегает. Как вы сбежали? Кое-что произошло. Ночью я сделала так, чтобы хозяин упал с лестницы. Он умер. В тот день мы сумели сбежать. Пробрались на корабль, и он привез нас сюда, на кордону. Здесь мы с Фабио начали новую жизнь. Было трудно, но со временем стало легче. И вот сегодня... Синяки у вас на шее едва ли появились сами собой. Кто это сделал? Не все гости у нее держат себя в руках. Кое-кто даже кусается. Ясно, блин, извращенцы эти. Так, хорошо. Гости грубо обращались с Матистой. Во время званого вечера ставили на них синяки. Что-что-что-что-что там? А что эти загорелись? Это что-то... Что это значит? Так, мне надо пойти к Освальду и попросить его ключ от... Не ключ, а этого Сантоса вызвать сюда. Так, а можем я переодеться? Я тут хожу, блин, вообще. Так, инспекторы. А мне к инспекторам. Господа, мне нужен госп... Освальд мне нужен. У него, наверное, отдельный кабинет. Архив. Выясните обстоятельства происшествия в мастерской капелло из чужих разговоров. А кто такой капелло? Ну, давайте, да. Не признают вину. Да. Виндетта. Да. Жена не находит места. Мастерская капелло. Труп в сейфе! Меня заинтриговали слухи об аресте Базилио Капелло, владельца знаменитой мастерской капелло. Обстоятельства дела довольно примечательные. В сейфе в магазине Базилио был обнаружен труп мужчины Никола Детти. Базилио утверждает, что невиновен на улике. Говорят об обратном. Его держат в камере в полицейском участке. В полиции? Давай притворимся полицейскими. Достаточно просто стоять и озираться с потерянным видом. А Освальд, может он на этом стоит? На базе? Нет, тут он стоит. Где ваш начальник? Тут закрыто. Старший инспектор. Че вас тут так много и никто делом-то не занят? Этот вообще сидит на книгу смотрит. Добрый день, что-нибудь нужно? Давайте талон. На. Сейчас. Сейчас. На. Я хочу изучить улики по этому делу. А вы кто будете? Меня прислал Освальд, я детектив-консультант. Напарник его, значит. Ну-ка, ну-ка. А-а-а, ритуальное убийство. Вот же выродки. Минут, сейчас принесу. Ох, нифига себе тут всего. Не для легкого чтения. Экс-либрис библиотеки Манчеса. Так, сила любви к Рофимон Драго. В ходе задержания полицейские обнаружили эту книгу в сумке Матисты. Судя по экс-либрису, она принадлежит мистеру Манчесу. В ней подобно описан и проиллюстрированный ритуал, похожий на тот, что провели в комнате с алтарем. Подготовьте ногой и тело недавно умершего. Начертайте символы Марса и Венеры, чтобы преумножить ваш дар за счет энергии мужского и женского начала. Пронзите сердце умершего золотым кинжалом, дабы вытекла кровь, что вас не любит. Начертайте символ своей любви. В ожидании воскрешения читайте заклинания. Ритуал, описанный в книге, похож на тот, что провели в комнате с алтарем. Ее ключ от комнаты с алтарем. Самодельный оберег. В нем прядь волос и срезанные ногти. Ключ от всех комнат особняка на одном золотом кольце. Сильно надушенный платок с инициалами КМ. Странно, что на такой рубин никто не польстился. Так, это Фогелевская, ага. Письмо от Фабио. Письмо было в ящике с уликами, найденными у Фогеля. Ты в своем уме? Совсем не можешь держать себя в руках, по крайней мере в моем присутствии. Не собираюсь терпеть твои придирки. Я буду проводить время как хочу и с кем хочу. Я тебе не Матиста, не думай, что можешь меня купить. Я, разумеется, ставлю у себя твои щедрые пожертвования. Пусть они и не окупят твою последнюю истерику. Я ухожу. Остается только Матиста. Фабио. Не время беречь конфиденциальность. На случай приступа скуки. Альбом Вернера с набросками. Спасибо, сэр. Так, а где мне Освальда-то найти? Так, Фабио, подарки оставился в качестве компенсации. Нет, не считается сила любви. Нет, а сила любви? Нет. Курт Манчус любил. Да подожди, отцепи все. Отцепи. Отцепи. Нет. 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 Все, я все потыкала. Не, ну Фогель... Блин, а может... А вдруг Фогель? Я потыкаю все. Все. А, в архив. Все. Блин, тут все написано. Я такая вообще невнимательная. Где у вас архив? Вот архив. Здрасте, сэр. Так, сейчас. 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 Вот. Мистер Сантос Пинчетти есть в списке подозреваемых? Да, носчик, что ли? Ты его вообще видел? Да, я рядом чихнуть боялся, сду его ненароком. Че-то о нем вспомнил. У мажор дома должны быть ключи от всех комнат, в том числе той, где произошло убийство. Может, он дал показания только чтобы отвести подозрение? Надо его допросить. Ладно, вышлю за ним отряд, а ты пока здесь сиди. Там мистера Пинчетти привезли. Сказали, что даже не сопротивлялся. Вот ключ от седьмой комнаты для допросов. Спасибо. Так, погнали. Седьмая, значит. Джон, ты с кем тут пьешь? Это кто? Так, седьмая. Вот сюда. Мистер Пинчетти, рад встрече. Я Желак Холмс, помогаю констеблю Освальду вести дело. Я всего лишь свидетель, сэр. Я уже рассказал констеблю все, что мог. Я прочел ваши показания. Вы не упомянули, что у вас есть ключи от комнаты, где нашли тело Фабио. Я хочу знать лишь одно. Было ли убийство спланировано заранее? Но мне пора возвращаться к работе. Поместье без вас не развалится, мистер Пинчетти. Задержитесь на минутку. Так, наблюдать. Наблюдать, давайте наблюдать. Заплатки. Зашивали не раз. Что-то на мажордоме экономят эти богачи. Брызги крови наступил в кровь. Кто-то нес кровь и пролил немного. Покрашенная ткань. Покрашена несколько раз. Воспаление. Псориаз или аллергия. Сантос Пинчетти. Мажордом в особняке Манчеса. Несмотря на высокую должность среди прислуги, он кажется бедняком. Мистеру Пинчетти хватает денег, но он предпочитает их не тратить. Недостатки внешности он скрывает под дешевой косметикой. Чтобы костюм выглядел новее, мистер Пинчетти несколько раз его красил и регулярно зашивал. На коже видны характерные следы псориаза. Мистер Пинчетти прячет их под слоем косметики. Одежда много раз зашита и заштопана. Мне кажется, он живет в нищете. Вы мажордом в богатом поместье, но не можете позволить себе приличную одежду. Под слоем косметики вы прячете следы кожной болезни, хотя от нее есть надежные и менее вредные средства. Вам не хватает денег? Я стеснен в финансах. Мне платят меньше, чем вы думаете. Если наниматель не обеспечивает вас самым необходимым, можно найти другую работу. Да, нанимателя можно сменить. Откуда у вас кровь на ботинке? Не знаю, если честно. Может, гость поранился? Вы знали Фабио? Лично не знал. Он часто у нас бывал. После его выступления приходилось подолгу все отмывать. Мистер Манчос всегда отдавал ему главную роль. Каждая постановка вращалась вокруг Фабио. А что Матиста? Она тоже была популярна? Вы только ей не говорите, но вообще-то не очень. Мистер Манчос приглашал ее потому, что иначе Фабио отказался работать. Для мистера Манчоса она была прислугой. Ей всегда поручали развлекать гостей, а вот Фабио сам выбирал, с кем проводить время. Ясно. Новая зацепка. Кровь на ботинке. Пинчети. Вероятно, Сантос Пинчети наступил в лужу крови, когда обнаружил место преступления. Угу. Так, Сантоса арестовали. Выглядит как бедняк. А, и конфискованные вещи еще, подожди. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, будем заканчивать. На связке есть ключ от комнаты с алтарем. Завещание Курта Манчоса с запиской. К завещанию приложена записка, она гласит. Дорогой мой слезняк Сантос, раз уж ты так слезно просил включить тебя в завещание, я решила его переписать. Вот моя последняя воля, Курт. Завещание гласит. Сантосу Пинчети, мажордому моего особняка, я завещаю банку воска для укладки усов и солевую лампу в надежде, что он будет вечно помнить своего заботливого работодателя Курта Манчоса. А че, почему у него этот стокгольмский-то синдром? Почему он не уйдет? Так, я так понимаю, что нам нужно пойти и со всеми поговорить о вот этих вот трех вещах. Но что мы сделаем? Мы сделаем это в следующий раз. Спасибо всем, кто смотрел. Совсем заболталась. Давайте еще раз. Спасибо всем, кто смотрел. Не забывайте писать комментарии, ставить лайки, подписываться. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok